Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Илья Карамадских. Сегодня выступлю перед вами как эксперт АВА и расскажу вам о компании Hikvision, которую, безусловно, можно приобрести. Все то, о чем я буду рассказывать, можно будет приобрести и пообщаться вместе с компанией High Tech Media и обсудить какие-то нюансы. Давайте посмотрим, что сегодня будет. Во-первых, это интерактивный дисплей Digital Signage. Расскажу вам про roadmap и про то, что будет. Наверное, то, что я вам сегодня покажу, это самое глобальное обновление продуктовой и софтовой линейки компании Hikvision, которое было вообще когда-либо среди всего того, что компания предлагает в рамках commercial display направления на международный рынок. Во-первых, это три линейки интерактива. То есть бюджетная серия, оптимальная серия обновится, премиальная уже сейчас доступна. Ну и all-in-one там, естественно, тоже сенсорный. Все это на 13-м андроиде. У нас вообще глобальная идет унификация аппаратных возможностей, аппаратной платформы, метод взаимодействия, API и так далее. То есть если раньше это были разрозненные продукты, на этом была какая-то проблема, с интеграцией с ними сейчас это все собирается в одну кучку для того, чтобы партнерам, которые работали с одним продуктом, было проще использовать другой продукт своей интеграции. Далее. Большой пул аксессуаров, который у нас также имеется, включая комплект для проекций. Опять же, все возможные истории. Вообще хиквижн в целом идет в сторону бьем. Бринь он мобайл. И вот вокруг этой концепции большая часть оборудования и софта будет каким-то образом крутиться. ВКС. Если когда-то были знакомы, у хиквижн было такое комплексное решение, такое достаточно премиальное комплексное решение для организации гибридных мероприятий, образовательных каких-то помещений. Сейчас подобное мы выпускаем для… В хиквижн имеется в виду. Выпускает для ВКС. Это программное обеспечение для управления, для бронирования переговорных. Это информационный дисплей перед переговорами, таблички, планшеты, системы управления, ПТЗ, камеры. Все это выходит. И казалось бы, можно подумать, что видели уже. То есть выходит первый продукт сырой, недоработки какие-то или ОЕМ вообще, что неинтересно. На самом деле все те продукты, которые новые, практически все, это продукты, которые приходят из китайского рынка на международный рынок. Их хиквижн адаптирует для продажи на международный рынок. Соответствующие сертификаты выпускает и различные другие инструменты, руководство, документацию для того, чтобы этот продукт можно было использовать в проектах. Поэтому первые отзывы о акустике, которая, например, недавно пришла, тоже они достаточно положительные в рамках той цены, которую они предлагают. То есть действительно достойный продукт. Далее смарт-класс. Ну и digital signage тоже глобальное обновление. Об этом также чуть-чуть расскажу. По интерактивкам и по SOC. Главное, наверное, на что хиквижн опирается в продвижении своих интерактивных дисплеев, это система на чипе, это софт и система управления. Bring you on mobile device. То есть вот этот концепт про то, как мы используем свои устройства. Здесь можно увидеть то, что, безусловно, это один из фрагментов слайдов глобальный, который рассказывает о позиционировании продуктов хиквижн вообще на рынке в сравнении со всеми мировыми брендами. То есть компания проводит глубокий анализ мирового рынка и рассказывает, где какие у компании есть преимущества. С digital signage тоже были вопросы. Была старая платформа, был неинтересный дизайн. Сейчас же не было каких-то продуктов. Сейчас появляются сенсорные киоски, появляется витринный дисплей. Digital signage появляется в разных диагоналях с разной яркостью, дешевле. На 13-м андроиде опять же все. То есть глобальное обновление вот пошло. С 8-го на 13-й вот это перескакнули вообще нормально. Далее, естественно, ну куда предлагать это все? Ритейл, безусловно. И для этого у нас есть свой софт у хиквижна. То есть развитие, плюс дальше очень много разных предприятий. При этом на большинство из этих предприятий очень просто заходить, потому что компании, которые принимают решения в этих предприятиях, знают хиквижн, есть доверие для бренда, значит есть довольно простой вход с точки зрения надежности самого бренда. Ну и естественно, как бы не посрамить же, надо как-то честное имя компании, которая хорошо сделала, например, проект со Sven, с Кудом и так далее. По ВКСу полный цикл закрывается. Давайте так, ну не все. Самыми понимаемыми, конечно, ну да, хиквижн может оснастить полностью переговорную, но тем не менее у нас есть много других известных брендов и решений от компаний здесь в России, которые тоже необходимо интегрировать. И этот запрос рынка компания понимает и будет стараться адаптировать свои продукты под то, чтобы их можно было интегрировать в другие уже существующие системы или те элементы системы, которые заказчики знают и любят, можно было бы интегрировать систему в хиквижн. Далее расскажем про LED. Что вообще есть? Первое. Два завода огромных, которые вот в Тонглу и в Ухане есть, они развиваются, распространяются, собственное производство LED. Безусловно, имеется. Завод в Ухане изначально строился с прицелом на производство светодиодных модулей с шагом 0.6. То есть когда это будет, мы еще посмотрим. Информации точно нету, однако прицел такой есть и какая-то информация по этому, безусловно, когда-то будет. Может через год, может через два, может когда он будет стоить как шаг 1.5, посмотрим. В общем. Основной прицел компания сделала на обновлении своей Endor FinePitch линейки. Как можно заметить, большинство, если не все кабинеты, которые представлены в линейке, будут предлагаться с системой управления HickVision. Собственная система управления компанией, которая обладает уникальными характеристиками, в том числе и в бюджетном сегменте. Безусловно, вариант с использованием всем известной и всем любимой системы Novostar также останется. Это можно будет сделать. Далее. Аутдор. Наконец-то у компании появляется линейка CEO, линейка, которую очень долго ждали, потому что были запросы на использование, были запросы на бюджетный аутдор, экраны, которые могли бы составить конкуренцию другим производителям, как еще одно предложение. И наконец такая возможность появилась. Не говоря уже о каких-то премиальных решениях, которые были доступны и ранее. Что там во времени? Ага. Ну и арендная линейка. Арендная линейка у HickVision тоже представлена. Есть как аутдор, так и индор решения. Существуют балки для крепления сверху. Однако на данный момент компания больше смотрит рынок, рассматривает вообще возможности, то, как можно с подобными экранами работать, какие бизнес-стратегии стоит использовать для продвижения подобных решений. Потому что… Вот непростой вопрос. Основной упор был сделан… В прошлом году был сделан на Endor Fine Pitch, то есть внутреннее решение, а в этом году больше будет развитие какой-то аутдора. А Rental опять же просто пока наблюдают и смотрят, как оно пойдет. Далее. Система управления, как я уже говорил, будут предложены варианты как на HickVision, так и на Novastar. Здесь можно посмотреть, какая серия, а какой серии соответствует и где какие есть особенности. Как можно заметить, различные варианты контроллеров, новая P, новая C, серия C60S, они появляются вот уже, по-моему, начали выходить дата-шиты, уже можно получить какую-то информацию об оборудовании, и вот в этом месяце все станет доступно. Это плееры с возможностью с видеоконтроллером, со встроенным плеером, либо матричные какие-то истории, ну, модульные контроллеры, ну, и также C30 серия, она как была доступна, так и есть, с летплатами для систем управления. Далее, собственная он-сайт платформа HickCentral Foxign. Это ответвление от всем известной платформы HickCentral Professional, которая занимается у нас у HickVision камерами и различными автоматизированными средствами, то есть настройкой различных умных сценариев и так далее. Ну, такая платформа основная, к которой все, собственно, подключается. Для commercial display это HickCentral Foxign. Это платформа, на которой будет управляться Digital Signage, интерактивный дисплей и LED. Здесь можно увидеть ее возможности. Также она будет обновлена, в ней появятся дополнительные функции, появится поддержка новых контроллеров, софт для запроса, софт для конфигурирования экранов на месте также будет обновлен. В нем появится возможность прямо в софте заказать все необходимые файлы для обстановочных работ экрана. Прямо через него, то есть на месте, когда вот сейчас надо запустить, а чего-то там нету. Вот эта возможность появится. Ну и также облачная платформа для управления LED контроллерами также будет. Также облачная платформа естественно появится и для Digital Signage продуктов, и для IFP, интерактивных дисплеев. Ну давайте посмотрим на проекты. Минутка осталась. Вот можно здесь понаблюдать проекты, которые уже были реализованы с использованием оборудования хиквижн и их особенности. То есть базовый шаг пикси, разрешение. То есть оборудование есть, оборудование используется. Вот как бы с различными нюансами тоже безусловно сталкивались и успешно их преодолевали. И сейчас можно уже сказать, что если ранее было какое-то подозрение на то, что система управления LED, хиквижн, она может быть какой-то где-то неполноценной, где-то может быть чего-то не хватать, к чему привыкли партнеры, к чему привыкли интеграторы. То есть какой-то простоты использования. Однако, как показывает практика, это не так. И сейчас у нас есть достаточно много партнеров, которые довольны нашей системой ввиду ее простоты эксплуатации и использования, потому что она довольно свежая, новая и все по таким современным принципам в ней построено. Ну давайте еще вот тут посмотрим. Научно-технический центр, школа, пожалуйста. То есть это кабинетные все истории, то есть не модульные. Офисные аудитории. Вот, пожалуйста. Вот как. Спасибо за внимание, коллеги. Надеюсь, было интересно. Подходите на стенд хай-тек медиа, спрашивайте про хиквижн, находите нас, задавайте вопросы. Мы здесь, мы готовы ответить. Спасибо. Благодарю вас. Это был Илья Карманских, компания хай-тек медиа. Спасибо. Спасибо.